Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня мы проводим первую встречу в четырёхстороннем формате руководителя России и Франции, Германии и Испании. Вы хорошо знаете, что российско-франко-германский формат взаимодействия стал уже традиционным, и присоединение к нему Испании свидетельствует о значимости такого неформального диалога России с нашими авторитетными европейскими партнёрами. У всех наших стран общая приверженность многосторонним принципам и механизмам решения важнейших проблем мировой политики. И мы рассчитываем, что формат четвёрки будет фактором, реально содействующим укреплению стабильности, сотрудничества, развитию многостороннего интеграционного процесса в Европе. Наша общая цель – это формирование справедливого демократического миропорядка. В его основу должен быть положен принцип верховенства международного права, взаимного уважения интересов, обеспечения равной безопасности для всех государств. Одной из центральных тем встречи стало развитие диалога России с Евросоюзом. Господин президент об этом уже сказал. Мы вновь подтвердили, что нацелены на долгосрочное и многостороннее партнёрство. И в этой связи особое внимание уделили подготовке к предстоящему майскому саммиту России и ЕС в Москве. Я должен вам сказать, что мы активно работаем сейчас с комиссией Европейского сообщества для подготовки соответствующих документов на экспертном уровне. Сегодняшняя встреча для нас крайне важна. Мы рассчитываем на поддержку наших уважаемых партнёров – Франции, Германии, Испании – в продвижении этих документов на то, что нам удастся выйти на подписание дорожных карт по формированию четырёх общих пространств. Вновь повторю, Россия заинтересована в предсказуемости и прозрачности процессов, идущих сегодня в Европе. Мы искренне хотим видеть наш общий континент процветающим, единым, безопасным. Хотим освободить его от груза стереотипов и разделительных линий. И хорошо понимаем, что добиться этого можно только вместе, объединяя и дополняя наши усилия. В деле достижения поставленных целей мы выступаем за взаимодействие с международными и региональными организациями, со всеми заинтересованными государствами. И в заключение хочу поблагодарить своих коллег за конструктивный разговор. Уверен, что встреча в такой неформальной обстановке позволит четвёрке и в дальнейшем эффективно работать на благо своих стран и народов в интересах единой большой Европы. Хочу особо поблагодарить наших французских друзей за организацию этого саммита и господина Ширака за возможность, которую он предоставил мне сегодня днём, пригласив посетить центр воздушного наблюдения. Это была очень интересная поездка и знакомство с возможностями Франции в области обороны. Нам бы хотелось, чтобы не только на двухсторонней основе, но и в рамках сотрудничества России с НАТО, Россией с Евросоюзом в области безопасности, мы свои отношения развивали. Мы настроены на такую позитивную совместную работу в будущем. Большое спасибо вам за внимание. Продолжение следует...